Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать вот такой вот замечательный дендробиум и немножечко рассказать про уход за ним. Это дендробиум линдли или дендробиум агрегатум. В природе растет в Индии, Китае и Гималаях на высотах от 600 до 750 метров над уровнем моря. Дендробиум, он в принципе не сложный в уходе. Единственное, что для него требуется, это период покоя. Без периода покоя он цвести не будет. Когда растут бульбы у него, новые росты, и формируются бульбы, полив ему нужен очень хороший. Когда вы уже видите, что начинает формироваться бульба, желательно добавлять в полив удобрения с повышенным содержанием фосфора. Когда бульба сформирована, это в общем-то не зависит от времени года, весна, лето, осень. Полив нужно прекратить. Считается, что обязательно нужны понижения температур для периода покоя. Но у моего дендробиума период покоя приходится на лето. И обычно всегда жаркое лето в последнее время. Он у меня стоит на открытом солнце, сухой весь как сухофрукт. И осенью всегда цветет. А сейчас еще цветет и весной, потому что у него получается два периода покоя. Вот это вот после летнего жаркого периода покоя вот такое вот цветение. Было очень много цветоносов, часть сломалась, часть вот цветет. И будет вторая волна цветения. Там вот я вижу, цветоносики еще появляются маленькие. Как только появляются цветоносы, сразу прям его поливать не нужно. Нужно немножечко выждать, когда цветоносик хотя бы будет сантиметра полтора. Потом уже потихонечку начинать поливать. Бульбы сразу все надуются и будет все отлично. Удобрение я уже сказала. Подкармливаю только удобрением с повышенным содержанием фосфора, когда начинает формироваться бульба. Освещение. Освещение круглый год нужно им очень интенсивное. Желательно солнце, потому что без солнца, вот у меня под искусственными лампами, он не цвел. Цвести он начал только когда солнце прямое на него попадает. По температурам, при разных температурах нормально абсолютно растет. Так что это вообще не критично, так же как и влажность воздуха. В общем-то, если соблюдать период покоя, то запросто он будет свести. Ничего тут страшного нет в его содержании. В посадке у меня уже лет 12-13 сидит в одном и том же горшке. Здесь на дне пенопласт я еще раньше добавляла. К орхидеям и кора. Это уже без пересадки. Он, наверное, 12-13, если не больше лет. Это одна из моих первых орхидей. Поэтому он уже достаточно большой. И цветет достаточно обильно. Ну, наверное, на этом все. Всем пока. До новых встреч. Если какие-то будут вопросы, задавайте либо здесь, либо в личку ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Инстаграме. Ссылочки будут в описании к видео. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok